А в среду в Твери стартовала всероссийская акция «Марафон донорства костного мозга». Главный ее лозунг – «Давай вступай». Амбассадором донорства костного мозга стал житель Твери спортсмен Артем Алискеров. Жители Твери пригласили сдать кровь для того, чтобы попасть в регистр потенциальных доноров костного мозга, который появился в России совсем недавно. Кроме того, в рамках открытия акции награды получили постоянные доноры. Всероссийская акция «Марафон донорства костного мозга» стартовала в Твери на базе областной станции переливания крови. Началось мероприятие с приветствия официального посла Федерального регистра доноров костного мозга жителей Твери Артема Алискерова. Несколько лет назад Артем сумел побороть лейкоз и, как никто, понимает важность создания базы потенциальных доноров. Появилась она всего год назад, а благодаря марафону пополнилось еще на несколько тысяч человек. Цель есть, миссия есть. Очень приятно, что действительно за это время, которое мы преодолеваем, наверное, и двигаемся по всей России, вступают люди. И там количество уже 20 тысяч человек. Хотя изначально мы, наверное, вообще мечтать о таких цифрах не могли. Всего же в федеральном регистре свыше 205 тысяч россиян. Главный врач Тверской станции переливания крови отметил важность такой непростой миссии, как донорство. Мы всегда очень трепетно и бережно относимся к нашим донорам. Людям, которые беззаветно, бескорыстно дарят чистость у себя тем людям, которые в этом нуждаются. Мы всегда с уважением и благодарностью относимся к людям, которые занимаются пропагандой донорства, активистам донорского движения, организаторам донорского движения. Пополнить российский регистр потенциальных доноров костного мозга в этот день пришли студенты Тверских вузов и колледжей, а также судебные приставы. Старший пристав отметил активную работу Артема Лискерова. Тебе, как никому, понятно, что здоровье это самое важное. И то, что ты сейчас делаешь, это самое важное в жизни. То, что ты помогаешь, если мы все вместе. А сейчас все больше тех, кто с тобой вместе помогает людям. Вот если мы все вместе будем друг другу помогать, мы будем огромной силой. Одним из первых готов подарить свою каплю крови сотрудник ведомства, донор Сергей Крупенин. И в случае, если он подойдет пациенту с лейкозом, по генотипу готов стать и донором костного мозга. Конечно, нужно, чтобы спасать жизни. Я не откажу. Иначе меня бы здесь не было. Потому что это важно для общества. Должны помогать безвозмездно. Кроме того, в рамках открытия акции была вручена медаль за продвижение донорства Анне Титовой. Артему Лискерову передана благодарность губернатора. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Тверской области Ксения Абрамова зачитала обращение губернатора. Традиции бескорыстной помощи живы на земле Верхневолжья. Сегодня Тверь встала в один строй с волонтерами из 72 городов нашей великой страны. Объединенных стремлением помочь тысячам тяжело больных людей. Дать им шанс на выздоровление. Встать в регистр можно на станции переливания крови. Достаточно сдать 2-3 мл для типирования. Благодаря пополнению базы шанс на выздоровление получат сотни пациентов с этим страшным заболеванием. Пересадка костного мозга – один из способов лечения. Мероприятия акции прошли уже в 68 городах. После мероприятия все желающие отправятся вместе с амбассадором акции на забег. Кстати, первый забег стартовал еще 1 сентября в Улан-Удэ. А последний ждут 10 ноября в Архангельске. Продолжение следует...